Всем привет, с вами Наташка, мы продолжаем играть в райские острова серия номер 51 и наконец мы перескочили на вторую половину соточки, да, 51 серия и в честь этого я изменила некоторых наших симов, а точнее троих симов это Эву, Майю и Сиреночку. Сиреночку, конечно, я само собой изменила, потому что она в прошлой серии отметила день рождения, я думаю, это день рождения прошло хорошо, отлично, потому что это день рождения мы отметили совсем в ином месте, мы на пляже отмечали, хотя как-то гости не сильно были рады после этой вечеринки, но уж ничего страшного. Итак, вы можете посмотреть на новую прическу Сиреночки, о, какие волосы, локоны опускаются, мне очень нравится эта прическа и ее цвет волос, так еще и на бровки посмотрите, и на ее глазки, она просто красоточка, вот как же хорошо, что она похожа на Тони, просто папина дочка, да, особенно цвет волос замечательный и такая загорелая, ой, какая милая. На ее одежду вы сможете посмотреть после того, как она проснется, кстати, обратите внимание на ее комнату новую, такая розовая, похоже на комнату Ариэль, потому что Ариэль тоже такая розоватая комната, ну, мне кажется, больше розового цвета как раз-таки у Сирены. Ну, они же девочки, как бы, давайте просто будем по-нормальному идти, не будем делать всякие разноцветные комнаты, там какие-нибудь другие цвета, мне кажется, розовое подходит для девочки. Отлично, вот, посмотрите, комод, комод, причем такой же, как и у родителей, зеркало, очень замечательное зеркало такое, квадратное, я не знаю, удобно ли в него будет смотреть. Да, вот такой прикроватный столик, очень замечательный, лампа детская, красивая, кровать, кстати, эта кровать похожа на кровать Келвина и Эвы, и здесь рабочий стол без компьютера. Компьютер у нас будет здесь один, да, единственный компьютер, собственно, есть только у Ариэль, а остальные симы пускай пользуются именно этим компьютером. Я не буду так сильно прям, не знаю, мне кажется, это слишком будет для сиреночки свой собственный компьютер покупать, пока не надо, пускай книжки читает. Вот, посмотрите, какое у нее замечательное дерево с птичками розовыми и игрушки, да, для ребенка игрушки нужны, все отлично. Значит, что, давайте мы сейчас продолжим играть одежду Эвочки и одежду Майи, вы посмотрите только тогда, когда они встанут. Сейчас они спят и будут спать еще долго, у них бодрость не особо хорошая, а вот встали у нас Келвин и Тони. Значит, Тони сейчас пойдет репетировать речь прям в комнате, где спит его жена. Да, я хочу, во-первых, исполнить желание, улучшить навык обаяния и на место этого желания взять другое желание, это посетить, пойти на весенний фестиваль. Да и тем более, если он улучшит обаяние, деньги с курорта нам пришли, он может повыситься по работе, так что, возможно, он получит сразу... Он, нет, наверное, он не повысится, у него только серединка профессиональный опыт. В общем-то, Келвин сейчас идет кушает Гуфи Гискорбинку, потом, Келвин, я советую тебе убраться в доме. И, я не знаю, может быть, пускай немножко просто побездельничает, я не знаю, чем ему заняться, сейчас пока остальные симы не встали. Сегодня у нас, ребятушки, свободный денек, а посмотреть на свободный денек мы можем вот только вот... А, даже здесь не можем, у Тони? Да, вот, у Тони. Можно посмотреть, что у нас вторник обведен красным кружком и значит, что у всех симах выходной. И Тони не пойдет на работу, и Сиреночка с Рель не пойдут в школу, так что, я думаю, сегодня надо устроить день общения. Сколько я не пытаюсь это сделать, но сегодня именно, пускай будет этот день и именно эта серия. Да, я хочу первую половину дня посвятить общению, а потом мы разбредемся по городу и будем заниматься некоторыми делами, которые я тоже распланировала. Бедные рыбки, они ни о чем не догадываются. Так, а о чем они должны догадываться, Келлин? Посмотри еще раз на этих рыбок бедных. Очень странно он ведет себя. Так, кто-то у нас встал, по-моему. Да, Сиреночка встала, и мы можем посмотреть на ее ночное белье. Обычные трусики и маечка. Давайте мы ее переоденем в поседневную одежду. Мне она так нравится, такая милая девочка в этой одежде. Вот, посмотрите, сейчас переоденемся. Виртуальная рыба, куда катится мир. Да, вот, посмотрите на ее одежду. Шортики красные, замечательная маечка и обычные сланцы. Мне кажется, очень хорошо подходит для этого города, для этого теплого райского города. Итак, давайте мы Сирену отправим покушать, потому что она у нас голодная. И я бы хотела, не знаю, чтобы она пообщалась с Ариэлькой, да? Но Ариэль сейчас у нас спит. А вообще я хочу, чтобы Ариэль сначала пообщалась со своим отцом. Потому что у нее есть желание стать лучшими друзьями. И у отца, у Келвина тоже есть такое же желание. А потом я хочу, чтобы Ариэль пообщалась с Сиреной. Они подняли свои отношения до, ну, хотя бы до друзей. А потом занялись своими делами. Сиреночка, иди кушай. Потом тебе надо будет принять душ. И, наверное, тебе надо будет ждать, пока встанет Ариэль. Или же, возможно, наверное, может быть, ты поиграешь с собачкой. Келвин, кстати, убери, пожалуйста, одну косточку. А то они тут перегородили проход. Вот, Сима, хотя бы одну убери. И потом пойди, пожалуйста, наверное, давайте он покачается немножко на тренажерах. Чтобы он стал таким же сильным, как Тони. А то он немножко-немножко такой какой-то немускулистый. Подними свое телосложение лучше. Немножечко. Да, кстати, ребятушки. Я когда Маю переодевала, я заметила, что она очень у нас мускулистая. Какая-то мужественная дама. И поэтому я решила ей одеть юбку. А не штаны, которые у нее были раньше. Джинсы такие. Вот. Ну, вы потом посмотрите на ее одежду. Эбочка, кстати, у нас тоже мускулистая. Именно потому, что мы качались на этом тренажере. Исполняли задание. И она у нас мускулистая, Эбочка. Итак, давайте мы сейчас перемотаем. Сейчас скоро Ариэль встанет. И ей надо будет покушать ламинарию. Собачка сейчас спит. Смотрите, как мило. С пузиком кверху. Какая милая собачка. Надо будет обязательно тоже с ней пообщаться. У нее плохое общение. Я даже не знаю, возможно. Может быть, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас игрушки, которые на первом этаже, перенесем в комнату Ариэль. Я думаю, это будет гораздо рациональнее, чем собаке спускаться целых два этажа, чтобы пойти погрызть игрушки. Это как-то не очень. Может быть, куда-нибудь вот сюда поставим. Хотя, ну, пускай, хорошее место для игрушек. И когда собака встанет, она пойдет грызть игрушку. Даже, возможно, лучше ее сейчас разбудить. Пускай она и не доспала до конца. Но главное поднять разрушение и потом уже общаться со своей хозяйкой. Так, вот как раз у нее есть желание грызть зубинатор. Келвин, качайся. Обязательно подними навык спорт и свои мускулы накачай посильнее. Майя у нас спит, и она тоже должна скоро проснуться. Тони поднимает навык обаяния. Эвочка спит. Ну и, в принципе, все мои симы заняты, кроме сиреночки. Надо бы ее тоже чем-то занять. Возможно, пускай она пойдет, посмотрит телевизор, детский канал. Сегодня у нас такой выходной, семейный день. Да, семья будет вся вместе. Ну, а потом во вторую половину дня мы пойдем тусить в городе. Некоторые из наших симов. Ну, блин, может быть, кто-нибудь из вас уже встанет. Кстати, Ариэлька у нас уже встала. И она собирается делать домашнее задание. Ну, правильно, поделай немножко домашнее задание, пока твоя собачка играет с косточкой. И потом ты обязательно должна будешь пообщаться с собакой. Разрушение у нее еще пока не поднимается толком. Так, нас приглашают на вечеринку. О, я знаю тебя, чувак. У вас домик-то маленький. Как мы там все вообще поместимся? В 13 часов. Нет, спасибо, мы не придем. У меня другие планы на сегодня. Итак, она смотрит какой-то другой канал. Не детский мир. Лучше переключи. Все-таки это, наверное, канал не для детей. Посмотри на кроликов, на динозавриков, на всяких странных людей. На какие-то придурства. Боже мой, я иногда включаю детский канал. Какой-то там, не знаю. Не буду я сейчас рекламу делать. Ну, в общем-то, я их включаю. Там такой дебильный, вообще мультики ведут, что прям вообще жесть. Ну, это же детский канал, понятно. Для меня это как-то не очень прикольно смотреть. А вот, возможно, для детей очень даже и весело. Именно почему я начала это говорить. Потому что посмотрите, что здесь сейчас в телевизоре идут. Танцуют какие-то обезьянки, кролики скачут. В общем, короче, просто супер весело. Корова дерется с человеком каким-то. О, Барелина. Единственная девушка, которая мне больше всего здесь нравится на этом канале. Какой-то эльф, возможно, дует в цветочек. Кто-то крадется и хочет кого-то напугать. А, нет, мы смотрим на птичку. Нет, мы смотрим на какого-то... Не знаю, как он. Человека-обезьяну. Шест. Очень милый канал, вообще. Так. Кейси, ты уже... О, ты общаешься с рельг... А, подожди, а ты куда преследовать? Стоп. О, а вы на улице сейчас будете общаться. Правильно. Сейчас мы поиграем с палочкой. Преследовать. Правильно, правильно. Выходи на улицу. Сейчас арелька с тобой займется полезным делом. Хаски должны получать большую активность. Они должны гулять. Потому что это ездовые собаки. И они живут на севере. Они занимаются тем, что они перевозят людей на севере. И поэтому, не знаю, те люди, которые заводят эту породу у себя дома, в квартире, мне кажется, это очень сложно ухаживать за такой собакой. Во-первых, она большая. Во-вторых, ей нужно много пространства. И много места, где можно побегать. И надо с этой собакой гулять уже, наверное, несколько часов в день. Даже не несколько. Может, даже половину дня тратить на собаку, на прогулку. Активно ее жизнь проводить. То есть, она должна бегать, играть в игрушки, палочку принять. Ну, короче, это вообще порода очень даже сложная. Понятно? Йорк сидит тут, лежит в своем месте дома. И ему достаточно территории. Хотя, тоже гулять нужно с Йорком. Это же тоже собака все-таки. А не какая-то там... Ладно. Давайте мы сейчас поухаживаем за Кейси. Расчешем ее. Приведем в порядок. Поговорим. Почешем животик. А потом, что еще можно поцеловать? Чуть-то она кругами тут ходит. Странные какие-то вообще. Прошлась такая немножечко. И сейчас опять будет обращать внимание на свою хозяйку. И принимать ласкание в свою сторону. Господи, это ж так мило. Она еще и лижет ее. Боже мой. Майя у нас встала и села за компьютер играть в компьютерные игры. Да, прям как я, да? С утреца. Давай ты сейчас кушаешь ламинарию. Поесть. И тебе надо восполнить свои нужды. Кстати. Селеночка смотрит телевизор. Надо бы сейчас уже... Все. Келвин сейчас дозанимается на тренажере. Эва тоже встала. И я думаю, что как раз у нее проблемы с общением. Эвочка, отправляйся общаться с Тони, со своим братиком. Скорчи рожу. И дружелюбно болтать. Подними свое общение. Подними вот этот индикатор. Боже мой. Вообще. Мы просто знакомые. Как может быть? Раньше мы были просто старые друзья или что там. Нет. Далекий друг. А теперь мы просто знакомые. Надо обязательно, обязательно знакомиться. Обязательно сейчас болтать со своим братиком. Потому что это правда не дело. Мы живем в общем доме. Вместе. И отношения у нас просто отвратительные. Сплетничать. И давайте еще какую-нибудь хорошую историю расскажем своему брату. Например. Забавную историю. Да. Расскажи забавную историю. Келвин улучшает навык спор до пятого уровня. Очень хорошо. Келвин, ты как раз дозанимался. И надо бы, чтобы ты пообщался со своей дочкой. Дочка сейчас пока общается с собакой. Скоро уже закончит. Поэтому. Или не закончит. Нет. У нее еще много действий. Поэтому, Келвин, давай ты пойдешь воспользуйся туалетом. И потом надо будет тебя... Как-то, не знаю, заставить общаться со своей дочуркой. Ариэль. И кто-то звонит. Келвин. Какой у тебя костюмчик так спортивный? Спецназ прям. Майя, тебя тоже надо отправить в туалет и вымыться как-то. Потому что у тебя плохие нужды. Иди. Эй, я бы хотела, чтобы ты поднимала бы навык. Либо спортивный, либо навык логики. Чтобы исполнить мисту всей жизни. Надо это делать. Итак, ты уже пообщался с собакой, нет? Как вы долго общаетесь, а? Под дождиком. Блин, погода какая-то нефтемная. Ну уж, ладно. Ничего страшного. Так, нам нужно сейчас еще немножко пообщаться с братом. И потом я хочу, чтобы они вместе пошли и погрузились в какое-то место. Например, в скалистый риф. Мы давно не погружались в это место. Тони пошел в туалет. Кстати, у него плохие нужды. Нет, давайте вы пока дообщайтесь. А потом поднимите свои нужды. Как-то долго Сима. У нас вообще в этой семье как-то часто Сима занимается только своими нуждами. Мне это немножко, не знаю, не нравится. У них как-то нужды понижаются быстрее, чем обычно. Итак, тебе стоит выйти из этой комнаты. Арелька, ты скушай еще одну ламинарию последнюю и пообщайся со своим отцом. Смешно? Скорчить рожу? Обязательно сделайте это. Вы же отец и дочь. Это же так вообще замечательно. Ладно. Все общаемся. Релька, уходи, пожалуйста, из улицы, потому что плохая погода. А ты, собачечка, знаешь что? Запрыгнуть наверх. Зачем? У тебя разрушение плохое, так что давай ты лучше пойдешь на самый верх и пойдешь грызть косточку. Свою собственную... Блин, служанка все убрала. Все косточки, все игрушки засунула обратно в коробку. Зачем? Опять подниматься наверх надо будет. Так, девочка, что ты орешь? Тебе нужно в туалет сходить, да? А ты не можешь это сделать, потому что твоя мама моется. А почему у тебя такая плохая бодрость? Я не поняла, ты не выспалась что ли? Странно. Ладно, ничего. Она пойдет. Кстати, сейчас уже 4 часа дня. Как поздно. Кто не пошел кушать? И не выслушал рассказ его сестры. Ну, отлично. Нам надо будет вымыться в душе. Иди. Принять душ. Майочка, отправляйся повышать навык логика. Правильно, выходи. Странно. Почему мама не может находиться в одной комнате с дочкой? Ну, если она хочет сходить в туалет. Ну, или там... Я не знаю, это как-то нормально. Вроде нормально все должно быть. Ну, ладно. Видимо, слишком стеснительная наша сиреночка. Надо бы ее отправить, наверное, повышать навык спорт. Пускай уже до конца повысят его до 10 уровня. И потом мы будем заниматься логикой. Так, когда сирена сходит в туалет, наверное, ей надо будет немножечко поспать. Потому что как-то бодрость не очень хорошая. Не знаю, почему она не выспалась. Так, а вы продолжайте общаться. Обязательно. Сделайте еще пару действий. Я хочу исполнить задание. Точнее, я хочу исполнить желание наших симов. Поэтому пускай они будут общаться. Очень много. Болтать. И вообще, может быть, вы подеретесь подушками. Обсуждать рецепты приготовления ламинарии. Хорошо. Выразить любовь. Все. Тони, у тебя отли... Нет. Ему надо вымыться в душе. Что ж такое? Ей тоже желательно поплавать. Иди, пожалуйста, поплавай здесь. Плавать экстремально. Поплавай, пока Тони занимается своей гигиеной. И потом вы вместе отправитесь погружаться. Куда-нибудь. Вообще, сейчас погода не очень хорошая. Поэтому, наверное, думаю, что стоит отправлять своих остальных симов на фестиваль. Хотя Келвин хочет исполнить желание заработать 25 миллионов на выступлении. Да что все симы хотят в туалет? Не надо никуда идти. Потерпи немножко. Пообщайся со своим отцом. А потом пойдешь в туалет. Так, Эвочка пошла купаться под дождем. Кстати, вы можете заметить, когда она сейчас выйдет... Кто-то умер. Как это печально. Но я этого человека не сильно знаю. Он не сильно у нас как-то... Не знаю... Связан с нашей семьей. Поэтому я не знаю. Сильно расстраиваться. Хотя это, конечно, обидно. Итак, она сейчас покупается. Немножечко в воде постоит. Ой, прям через дом проплыла. Какая ты умница. Поражаюсь просто. Так, ну что, ребята. Вы немножечко еще сделаете... Да, выразить любовь. Правильно. Килвин, иди, пожалуйста. Наверное, тебе стоит... Блин, вы до сих пор не исполнили желание. Ну, Арелька хочет в туалет, поэтому Килвин, поди, посмотри телевизор. Арелька, ты сходи в туалет. Тони, ты, наверное, отправляйся сюда плавать. И сейчас вы вместе все... Ну, точнее, не все, а Тони с Эвочкой отправятся куда-нибудь в место погружения, на какое-нибудь место погружения, и начнут погружаться. Думаю, скалистый риф. Самое первое место погружения, которое только возможно, когда у нас низкий навык погружения. Хотя у Тони... Ух ты, у него пятый уровень уже. Замечательно. Когда-то успел поднять навык погружения. Ладно, мы все равно в скалистом рифе погрузимся. Там интересно, там очень красиво. Так, иди, присоединяйся смотреть с отцом. Детский мир, они смотрят, как же мило. Нет, давайте вы лучше пообщайтесь немножечко. Жаль, что вы не пришли. Да ладно, что жаль, жаль. Так, и теперь они вместе плавают. Давайте мы их отправим в скалистый риф. Он где-то тут должен быть рядом. Рядом сундук Дэвид Джонса. Давайте лучше в сундук Дэвид Джонса. Он ближе к нашему дому. Так что пускай они вместе отправляются. Так. Ну, точнее, по отдельности так будет гораздо легче. А то я часто встречала какие-то глюки. То, что они как-то не могут отправиться вместе в одной лодке. Пускай они по отдельности туда приедут. В разные стороны такие разъехались. Один в эту сторону, другой в другую сторону обошел остров. Молодцы. И теперь плывут вместе. О, как же красиво. Водопад, закат, дождь. И посмотрите, как на воде отображается дождь. Просто очень реалистично. И мне просто ощущения очень приятные создаются. Когда я вижу эту картину. Вообще. Там облака. Наш остров. Давайте ныряйте. Да что ж такое? Вы не можете это сделать. Видите, какие непонятные глюки происходят? Тогда плавайте сначала вместе. И теперь ты тоже плавай. Майя улучшает навык спорт до девятого уровня. Очень хорошо. И теперь вместе, пожалуйста, погрузитесь туда. Сундук Дэвид Джонса. Сейчас наша Эвочка будет собирать сокровища морские. То они тоже будут что-нибудь собирать. Или просто осматривать какие-нибудь рифы какие-нибудь. Какие-нибудь растения морские. Келвин у нас голодный. Ребятки, а вы можете немножечко пообщаться? Еще раз между собой. Я все-таки хочу исполнить желание. Это в этой серии. Так что пускай они пообщаются. Еще. Дать пять. И так. Обсуждать любимое телешоу. Как там наша собачка? Естественная нужда. Так. Она пошла писать на улице, надеюсь. Надеюсь, не на террасе. Не надо. Иди на улице писай. А потом пойди спать. У тебя плохая бодрость. Спатеньки. Так. Сирена, кстати. Ей тоже бы. Лучше пускай она встанет. И займется чем-нибудь полезным. Давайте она почитает книжку. А то весь день спать это как-то не очень хорошо. Не интересно. Пускай. Я даже не знаю. Давайте вот это почитаем. Хотя это, мне кажется, книжка не особо детская. И так. Они уже нырнули под воду. И давайте посмотрим, что мы там можем поймать. Во-первых, я вижу какую-то ракушку здесь уже. А потом... Потом. Что-то еще тут должно быть. Тут есть сундучок. Возможно, мы сможем его открыть. Так. А ты... Ух ты, я акула. Боже мой, это круто. Это... Ух, поймать. Давай, лови эту рыбку. Тоня, ты где? Ты сейчас только погружаться собираешься. Понятно. Ну, русалка еще одна. Точнее, русал. Огоре этому, Ариэль. А! Ой, я забыла про это задание. Но ничего страшного. Так, за 87 миллионов она находит раковину. Очень хорошо. Кстати, вот этот осьминог. Или кто это такой? Он очень стоит дорого. Как я помню. Тони, давай осмотри какие-нибудь тут интересные вещи. Ракушку. И загляни в пещеру вот сюда. Исследуй ее. Хотя, мне кажется, он телепортнется, если он это сделает. Щупалец я не вижу. Так что пускай он просто осмотрит красоты этого подводного мира. Так, Ариэль продолжает общаться с отцом. Она хочет вручить подарок ему. Вручит обязательно. Она хочет пообщаться еще со своей мамой. С Эвочкой. Надо это тоже сделать. У нас грязный унитаз. Майя дозанимается. Ты должна будешь почистить. Знаешь что? Ты просто сделай так. Уберись дома. Убраться дома. Овладеть навыком спорт. Все, мы открываем сундук. И находим очень даже драгоценные вещи. Так, Сирена читает книгу. Давайте вернемся к Кеви и посмотрим, как у нее там дела. Дела, я думаю, у нее хорошо. Надо бы еще что-нибудь найти. О, это наш Тони. Давайте мы с Тони пообщаемся как-нибудь. Говорить об акулах под водой. Замечательное место для общения. Сейчас Тони сюда приплывет. Конечно же, он медленнее. Куда и выплывет? Ему сложнее это сделать. Давайте мы пока продадим то, что у нее есть в багаже. Будем, соответственно, повышаться по работе. О, целых три раковины винтажные. Вау, класс. 865. Какие дорогие мы предметы-то находим с вами. И вот это мы сейчас продадим за две. Интересно, она повысится после того, как она будет это продавать? Давайте посмотрим. 6443. И если мы сейчас продадим, сейчас должно быть где-то 4000 стать. Нет, видите, не сработало. Все, что мы нашли в сундуке. А вот это должно сработать. Да, вот это сработало. К сожалению. То есть, открывая эти сундуки, и то, что мы там находим и продаем, не работает. Очень жалко. Ну ладно. Мы постараемся находить драгоценные вещи, ракушки, рыбок всяких драгоценных, которые дорогие, и их продавать. Я что-нибудь здесь вижу. Может, ламинарию собрать? Хотя у нас полно. Ох, бутылочка. Надо ее собрать. Давайте мы ее соберем. Есть тут что-нибудь, кроме бутылочки. Осьминожка и раковины. По-моему, ничего больше нет. Вообще, красивое место. Из всех мест погружения мне нравится больше скалистый риф. Он очень красивый. Просто замечательный. Да. Так, они общаются пока под водой. Килвин, ты опять готовишь для своей семьи. Какой ты умничка. Просто такой хозяйственный. Папа, я хочу, чтобы Сирена вместе с Релькой пообщались немножко. Релька, иди сюда. Поднимайся в комнату Сиреночки и немножечко пообщайтесь. А то у них вообще отношений никаких нету. Да. Так. Нет, делиться секретом не надо. Поговорить о собаках. Я думаю, это хороший разговор. Поболтать. А не беспокойся и поговорить о дожде. Погодка, конечно, не из лучших. Ну, ладно уж. Узнать, как прошел день. Да. У Сиреночки прошел день просто замечательно. Она просто-напросто спала. Да. Болтать. Кстати, я вам показала одежду-то симов-то наших? Нет? Давайте я вам покажу. Сейчас она закончит упражняться. Ей чуть-чуть осталось совсем. 30 минуточек. Эвочка, собирай бутылку и отправляйся назад домой. Какой же гром-то страшный. Ты тоже отправляйся домой. Так. Давайте мы посмотрим на одежду Майи. Сменить одежду на повседневку. Давай. И, пожалуйста, зайди в дом. Иди сюда. Вот у нее такая юбка, такая кофточка замечательная. По цвету ее чешуи, по цвету волос. У нас тоже тапочки летние. И мне кажется, она очень хорошо выглядит. Вообще, жить, у нее такие груди большие. Это как-то неестественно. И мне не нравится это. Ну ладно уж. Пускай она пойдет покушает салат, который приготовил Келвин. Вы общаетесь там? Да, вы общаетесь. Очень хорошо. Ну что, ребятки. Сейчас Эвочка приедет назад домой. Я покажу ее одежду. И я закончу серию на этом. Трудно поддерживать хорошие отношения. Да, трудно. У нас даже и в семье трудно поддерживать хорошие отношения. Не то, что с какими-то посторонними людьми. Так, посмотрите. Эвочка и Тони одновременно приехали. Поднимайтесь сюда, домой. Идите. Все. Сирена, как у вас происходит вообще общение? Я думаю, все хорошо у них. Жлюбна. Рассказать историю. Кстати, я думаю, это сможет Риэль сделать. Расскажите историю. Хотя нет. Сиреночка только может сделать, по-моему. Давайте расскажем историю. Посплять нечем. И все. Так. Эвочка, ты уже на месте. Вот у нее стал другой купальник. Раньше у нее был белый цвет. А теперь такой тоже персиковый. Нежный. У нее платье тоже примерно такого же цвета. Нет. Оранжевый цвет. Ну да. Посмотрите, какое замечательное платье. Какие у нее замечательные бусы. И тоже такие летние тапочки. Очень красиво. Ладно, ребятки, всем пока. Встретимся в следующей серии. У нас что-то тут делает шарик. Шарики с какой-то вечеринки. Я до сих пор не убрала. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это серия, можете оценить видео, поставить пальчик вверх. Написать комментарий внизу под видео. Или же подписаться на мой канал, если вы, конечно же, впервые. Ладно, заканчивайте общаться. Селеночка у нас голодная. Ее надо отправить кушать салатик. Всем пока, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok